МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый вечер. Куротко о главных темах уходящего дня. Траншея будет закопана, как строительство детского сада на Шигаево мешает детям на пути в школу. Быстро и качественно. Во вторую поликлинику МСЧ закупили новое оборудование. Какие обследования теперь доступны пациентам? И на уроках без телефона. Какие правила в школу вступили в силу 1 сентября? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, место раскопок у 85-й школы благоустроят в ближайшее время. Напомню, на Шигаево продолжается строительство детского сада. Рядом с объектом выкопали траншею и подводят сети теплоснабжения. Это мешает проходу и подвергает опасности детей, идущих в школу. По словам депутата городской думы Виктора Борисова, работы затянулись. Подрядчик же уверяет, что скоро закончат. Для безопасности граждан от разных несчастных случаев выполнено ограждение данной траншеи, а также обустроен переход через нее для входа. Работы на объекте планируют полностью завершить на следующей неделе. Тем временем в железнодорожном районе реконструируют очистные сооружения. Планируется, что уже к декабрю объект будет передан в пользование Ульяновского водоканала и после проведения пуска наладочных процессов заработает в полную силу. Монтаж оборудования емкостных сооружений почти завершен. В октябре подрядная организация перейдет к монтажу систем автоматизации. Преимуществом новой системы станет онлайн-мониторинг очистки источных вод. Все данные будут собирать и направлять в Росприроднадзор. В этом году в регионе реконструируют 20 родников. Деньги на благоустройство источников выделяют по экологической программе. На эти средства чистят русло водоемов, ремонтируют или полностью меняют конструкции с навесом, делают забор. В Корсунском селе приводят в порядок сразу три родника. Источник под названием «Северный» известен уже 100 лет, но за это время его благоустраивали нечасто. В этом году благодаря программе мы сделали вот такую беседку над ним, чтобы туда мусор не летел. Также сделали ступенечку к воде. Вода у нас здесь хорошая, по паспорту все мы прошли. Много очень жителей пользуются этим родником, хотя есть централизованное водоснабжение, но все как-то приверженцы именно родниковой воды. Программа по восстановлению родников действует в регионе больше 10 лет. За это время в порядок привели около 600 источников. Уже сейчас министерство начало работу по формированию списка родников, которые будут заявлены на 2023 год. Процедура следующая. Жители муниципального образования обращаются в администрацию населенного пункта с просьбой о благоустройстве родников. Муниципалитет принимает данную заявку, готовит пакет документов. И самый главный документ – это санитарно-эпидемиологическое заключение качества воды. Если вы считаете, что родник в вашем селе или городе нуждается в реконструкции, обращайтесь, вам обязательно помогут. Алексей Русских проводит серию встреч с главами муниципальных образований. Его интересуют расходы бюджета, благоустройство территории, ремонт дорог и другие направления. В Новоульяновске сейчас ведут работы по благоустройству, их необходимо продолжать и дальше. Алексей Русских порекомендовал главе города принять активное участие во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. А регион предоставит специалистов для подготовки заявок на федеральный конкурс по формированию комфортной городской среды. Общими усилиями мы сделали большую работу по всем нашему муниципалитету. Здесь мы благоустроили территории, мы построили парк, по-большому сказать, можно заново. Мы сегодня строим дороги и у нас большие перспективы. Работа над региональным бюджетом на следующий год продолжается. Для более эффективной реализации совместных проектов главы муниципалитетов озвучивают Алексей Русских планы по развитию на 2023. Речь про благоустройство, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог и не только. И к другим темам. Житель Ульяновска финансировал террористов в Сирии. Ближайшие пять лет он проведет за решеткой. Оперативники ФСБ выяснили, что пособник исламистов переводил в одну из стран Ближнего Востока крупные суммы для закупки вооружения, амуниции, медикаментов и продуктов питания. Затем эти вещи передавали боевикам, входящим в состав запрещенной в России группировки. Следственным отделом у ФСБ возбуждены уголовные дела о совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205 Прим. 1 Уголовного кодекса России. Обвиняемый в вину признал, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Во второй Ульяновской поликлинике медико-санитарной части появилось цифровое оборудование. Момограф и рентгенаппарат нового поколения ускорили процесс сканирования организма и точнее указывают на патологии в теле. Снимок можно получить за несколько минут, что избавляет пациентов от долгих очередей. К тому же новые аппараты теперь используют в профилактических целях для предупреждения развития болезни. Пришла сегодня флюорографию сделать. Мне предложили пройти диспансеризацию. Так как у меня уже и друзья проходили анализы сдавали, я решила тоже попробовать. И к счастью, к моему удивлению, я попала в кабинет. И довольно-таки все современно, все чисто и быстро. Раньше к старым аппаратам приходилось покупать дополнительные устройства для цифровки пленки. Сейчас снимки передаются на расстоянии. Описывать их можно дистанционно, что также удобно для врачей. Кроме того, в поликлинике работает новый флюорограф и установлено современное эндоскопическое оборудование. На следующий год по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет у нас приобретен новый компьютерный томограф и УЗИ аппарата теплокласса. Обновление Ульяновской медико-санитарной части проходит не только на уровне оборудования. Средства, потраченные на ремонт зданий, уже капитально реконструировали первый корпус в ближайших планах ремонт второго здания. Школьные уроки без телефонов. Минпросвещение России запретило использовать мобильные гаджеты ученикам во время занятий. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил на общероссийском родительском собрании. Это заявление вызвало множество вопросов у всех. Что на самом деле значит запрет? Разбирался мой коллега Максим Бажанов. Никакой сенсации нет. Пользоваться телефонами на уроках в личных целях было запрещено всегда. А теперь с помощью мобильных гаджетов нельзя и учиться. То есть использовать телефон как калькулятор, учебник и так далее. Даже больше. По новым санитарным нормам мобильника не должно быть на парте совсем. Это все обусловлено, конечно, заботой о сохранении здоровья детей. Потому что у телефона слишком мал экран для того, чтобы его вот так часто постоянно в учебных целях использовать. Ну и для того, чтобы не отвлекались ребята в процессе своей основной учебной деятельности. Как реализовать ограничения администрации школ решают сами. Где-то используются специальные ячейки для хранения телефонов. А где-то детей просят просто поставить гаджет на беззвучный режим и убрать свои рюкзаки. Естественно, никто не запрещает пользоваться мобильником на переменах. Если родителю необходимо срочно и экстренно связаться с своим ребенком, родитель связывается либо с классным руководителем, либо звонит в приемную, либо звонит директору, либо звонит зауча. На самом первом родительском собрании в учебном году мы даем все контакты взрослых, которые могут помочь связаться с детьми в случае экстренной необходимости. Лицей при ОГТУ, кстати, практику обучения без телефона включил в свой образовательный процесс давно, еще в 2019 году. Положение было разработано совместно со школьниками и их родителями. Все были только за. Меня эти моменты никогда не напрягали. Я телефон на уроке не использую. Но некоторые из ребят, допустим, когда используют, это отвлекает как и самих учеников, так и, конечно, учителя на это отвлекаются. Постоянно делают ученикам замечания. И из-за этого, собственно, уходит время от урока. Надо отметить, если электронный формат всего, что нужно для обучения, удобен для ребенка, никто не запрещает взять с собой планшет. Но размер его экрана по диагонали должен быть больше 26 сантиметров. Что касается дистанционного формата обучения, тут телефон тоже запрещен. По тем же соображениям охраны здоровья. В случае, если дома нет компьютера или ноутбука, школа предоставит. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. Преподаватель иностранных языков Ульяновской гимназии стала лидером рейтинга Всероссийского молодежного форума «Машук». Конкуренцию Юлии Загайновой составили 500 активистов из разных регионов страны. Но наша землячка сумела возглавить этот список. Из трех образовательных треков девушка выбрала «Открывай контакт». Его основная тема – развитие межнациональных и межкультурных коммуникаций. Участники работали с экспертами в формате дискуссий, тренингов и выездных семинаров. А еще анализировали свой опыт. И в регионах, и в классах есть дети разных национальностей, как они между собой общаются. И наша задача была выйти из этой проблемы, какой-то выход найти. То есть мы выходили в город, общались с людьми разных национальностей, выявляли, является ли это для них проблемой, является ли это какой-то важным моментом, нужно ли это вообще в школе проводить, нужны ли такие тренинги. И насколько люди знакомы с культурой другого народа. Участники зарабатывали баллы. Рейтинг складывался от активности в семинарах и тренингах образовательной программы. На него также влияла и самопрезентация, которая проводилась в альтернативной программе. Альтернативные площадки тоже, они входили в рейтинг. То есть баллами оценивались, насколько мы участвовать успеваем. И это был веревочный парк, который я в нашем городе никак не могла решиться на который. А там все-таки я решилась. И мотивацией было как раз успеть на образовательный блок. За победу Юлия Загайнова получила сертификат на дистанционное обучение в университете Иннополис по программе управления командой и лидерства в цифровом мире. После курса она получит удостоверение о повышении квалификации в престижном вузе. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Хорошего вечера, приятных выходных. Берегите себя. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЗНАКОМ ПЛЮС В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЗНАКОМ ПЛЮС СОЗНАКОМ ПЛЮС СОЗНАКОМ ПЛЮС СОЗНАКОМ ПЛЮС СОЗНАКОМ ПЛЮС СОЗНАКОМ ПЛЮС